Добрый день всем! Сегодня хочется поговорить о такой линейке препаратов от компании Ангиофарм, как препараты Мэйн. Препараты Мэйн созданы на основе рекомбинантного ангиогенина. И также эти препараты делятся на, будем так говорить, два препарата. Это препарат Мэйн-1 на основе рекомбинантного также ангиогенина, но в состав которого входит помимо ангиогенина еще и полинуклеотиды, также входит гиалуроновая кислота, также входит непосредственно и большое количество микроэлементов. Что надо еще сказать? Вообще, что такое ангиогенин? Мы все знаем прекрасно о том, что такое полинуклеотиды, о том, что такое гиалуроновая кислота и микроэлементы, но практически никто из нас не знает, что такое рекомбинантный ангиогенин. Так вот, рекомбинантный ангиогенин – это такая молекула, будем говорить, активная молекула, которая способна давать сигнал капиллярам и выстраивать новые капилляры, будем так говорить, восстанавливать непосредственно тем самым микроциркуляцию и латать, будем так говорить, старые капилляры и тем самым, будем говорить, возрождать новые. Поэтому ангиогенин – это очень такой прорыв мощный не только в медицине, но и в нашей, будем с вами говорить, косметологии. Показания будем… Прежде всего, это розация и купероз, это будем говорить о наболевшем. О курсе лечения, о непосредственно, будем так говорить, еще побочных эффектах и непосредственно каких-то еще, ну, будем так говорить, глубже вопросов, вам нужно будет непосредственно проходить на самом обучении по Мэйну. Вот. И второй препарат, о котором хочется непосредственно тоже вам сказать, это препарат Мэйн-2, но это препарат с более насыщенной гиалуроновой кислотой, также здесь имеется рекомбинантный ангиогенин, также здесь имеется сукцинат натрия и хлористый магний. Мы все знаем, что хлористый магний, это у нас непосредственно сам метаболизм отвечает за метаболизм, сукцинат натрия, это непосредственно отвечает за лифтинг, за упругость, гиалуроновая кислота, не будем, да, останавливаться на ней, это увлажнение, это регенерация, это стимуляция новых фибробластов, и тот же самый ангиогенин. Чем отличается он от первого препарата? Если Мэйн-1 это мезококтейль, то непосредственно сам Мэйн-2 оппозиционирует себя как биоревитализант, но в основе которого есть еще и ангиогенин. Поэтому, уважаемые, о курсе лечения, о протоколах, подробно вам расскажут на, будем так говорить, базовом обучении по препарату Мэйн, вот, но вашего внимания эти препараты заслуживают очень огромного. Я сама работаю не так давно, на них около полугода, и могу сказать, что это препараты на сегодняшний день одни из моих самых любимых. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на эти препараты и ознакомьтесь, пожалуйста, с этими препаратами. Всем всего доброго! Продолжение следует...